В какой-то момент каждому человеку хочется завести себе собаку. Но если не собаку, то хотя бы кошку, попугайчика или хомячка. А может, кто-то мечтает об экзотическом животном, обезьянке, например. О радостях и трудностях, связанных с жизнью животных в квартире, расскажет книга «Зоопарк моей квартире». Собаки не ошибаются. Добрый, чуткий рассказ Сергея Георгиева о мальчике, который хотел помочь воющей с утра до вечера соседской собаке. Оказалось, что собака просто скучала одна дома, и Валерка вызвался днем после школы с ней гулять. А крошечная собака-ямка, не любившая чужих людей, вдруг радостно визжа бросилась к мальчишке, чем очень удивила своего хозяина. Рассказ Сергея Георгиева о шейнике о несбыточной мечте двух братьев о собаке. Но если мечта правильная, она обязательно сбудется, тем более, если о собаке мечтает вся семья. Всем известно, что Австралия мир сумчатых млекопитающих. А где живет сумчатый кот? Живет он в обычной квартире, просто очень любит разные сумки. Елена Габова расскажет о коте Унтике, который чуть не отправился на поезде в Эстонию, потому что забрался в чужую сумку. Кот был вовремя обнаружен, но сколько страху он натерпелся, прежде чем вернулся домой. Рассказы маленького мальчика – это самая главная книга, которую Олег Кургузов писал всю жизнь. В его произведениях описана абсолютно счастливая, полная любви и взаимопонимания семья. А какой у них кот Лукьян? Совершенно очеловеченный член семьи. Лукаша плачет, когда над ним потешаются. Ему становится стыдно, когда его поймали за попыткой стащить колбасу со стола. В рассказе «О чем думал кот» Лукьян тоскует о своей планете Альфа-кошка, уставясь задумчивыми глазами в потолок. А еще кот Лукьян любит мышей, а мыши любят кота. Как же так вышло? Об этом можно узнать из рассказа Олега Кургузова сухопутный или морской. Конечно, зверинцу место на природе. Но у Леонида Сергеева все звери неплохо уживаются и в квартире. Это пес Миф и кот Паша. Два ежа Остики-Ростик, белка Рыжик, ворона Кузя и крыльчиха Машка. Рыжик появился в квартире после Мифа. Он был раненым, голодным, со щипанным хвостом, рыжим комочком, но уже на третий день начал осваиваться в квартире. Через месяц Бельчонок превратился в веселого и красивого зверька, а его забавные проделки и прыжки только радовали и поднимали настроение новому хозяину и его собаке. Кот Паша был бездомным, а когда его приютили в квартире, ему больше всего понравился телевизор, но не передачи, а сам теплый корпус телевизора. Он любил на нем полежать. Кузя сам влетел в открытое окно квартиры. У него было перебито крыло и не улетал до тех пор, пока крыло ему не заклеили пластырем. С тех пор он прилетал каждый день, а зимой вовсе перебрался в квартиру. Кузя умный, талантливый и любит всякие блестящие штучки. Крольчиху Машку принес в квартиру сосед и любитель животных Дима. Держать дома кролика ему не позволила мама. Машка была спокойной и умной, очень любила хрустеть морковкой, не трогала чужие игрушки и не прыгала по столу. А спала она вместе с Мифом и Пашей, вытянув длинные задние лапы. Последними в квартире поселились ежи, Остик и Ростик. Они были очень разными. Один был смелый, другой осторожный. Остик был работяга и частюля, Ростик – отъявленный лентяй и грязнуля. И чем взрослее они становились, тем больше различались их характеры. Но в чем же ежата были одинаковы? Оба любили ласку. А по вчера вся компания, сидя у окна, ждала своего старшего друга и хозяина с работы. Общение с живым существом помогает ребенку взрослеть, формирует чувство ответственности. Светлана Вьюгина рассказывает, как переживает герой рассказа Конопастик, мальчик Вова, когда оставленный без присмотра в квартире, пропадает его хомячок. Владимир Леонидович Дуров – артист цирка, дрессировщик, писатель. Однажды Дуров купил в Гамбурге маленького шимпанзе. Мимус, так звали обезьянку, не выступал в цирке. Он был просто членом семьи Дуровых и жил с ними у них в доме, обедая вместе со всеми за одним столом. Владимир Дуров занимательно рассказывает о дрессировке маленького шимпанзе Мимуса и о его проделках. Почему львенка назвали Кинули? Потому что его кинула мама львица, не стала кормить детеныша. Вера Васильевна Чаплина – детская писательница-анималист, жизнетворчество которой непосредственно связано с московским зоопарком. Она забрала львенка домой и этим спасла ему жизнь. Кинули спала в ящике от гардероба и пила молоко из бутылочки. Шотландская овчарка Перри оберегала львенка и беспокойно ворчала, когда кинули подходили чужие люди. Кинули подросла и стала выходить на улицу, проказничать, участвовать в домашнем цирке и иногда огрызаться. Прошла зима, наступило лето, а вместе с ним и пора отдавать кинули в зоопарк. Ирина Янкова в рассказе Кеша советует всем, кто грустит, в обязательном порядке срочно завести попугая. Вы даже представить себе не можете, как изменится ваша жизнь с веселой и непоседливой птицей. Собранные в этой книге веселые и грустные истории о домашних любимцах, собаках и кошках, хомяках и канарейках, черепашках и даже о львенке и обезьянке помогут ребенку развить любознательность, внимание, привить уважение и любовь к окружающему миру. Рассказывая о своих друзьях, авторы не раз подчеркивают, что держать дома живое существо, большая ответственность. И прежде чем завести маленького друга, подумайте, справитесь ли, узнайте, как его содержать и чем кормить. А уж если решитесь, ваши труды будут вознаграждены любовью и преданностью домашнего питомца. Редактор субтитров А.Семкин